Салем до стар, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггери Аута, это реакция на вторую серию сериала Саке. Нет у нас в Акимате никого, кто сам по себе. На прошлой реакции мы собрали там две с половиной, по-моему, сейчас тысячи просмотров. В принципе, неплохо, но можно больше. Если хотите, чтобы дальше мы смотрели этот сериал, то, конечно же, пишите комментарии для поддержки, ставьте лайки этому видосу. Вот, и если вы хотите, чтобы мы смотрели копы, по-моему, копов мне советуют посмотреть, соответственно, тоже я сделаю голосование в сообществе и посмотрим, сколько у вас. И там точно так же надо будет есть что поддержать. Короче, всегда буду пилить реакцию на первую серию, если она собирает просмотры, то мы смотрим дальше и так далее. Все, ладно, погнали. Так, главного героя у нас решили припугнуть. Вот. Ну, я думаю, его сейчас быстренько отпустят. Да, прикинь, срая Руана отшила. Да, короче, вот этот Лексус 570 его был. Ирлан просто за руль сел, а этот... Так и беспорожняк. Ну? Саэт Саматович у себя. Сейчас я перезвоню. Вы кто? Ермик. И? Вы записаны? Нет. Ну, значит, запишетесь и завтра придете. А, нет, Саке знает. Я от Хайрата, скажите. Саэт Саматович, тут какой-то пришел от этого... От Хайрата. От Хайрата. Ага, поняла. Пару минут подождите, пока бахилу наденьте. Бахилы? Это же не больница же. Вот именно. Это Акимат Чапаевского района, тут в разы чище, чем в больнице. Так что бахилы наденьте, а то не отпущу. Чарят, чарят, сейчас. Алло, так ты не сказала, он что, за счет заплатил, нет? Все, позже наберу. Давай, зайди. Слушай, а что там у нас по магазину, вот, напротив вокзала, который магазин находится? Не надо такое лицо удивленное, да? Убирай нафиг они, незаконно как-то стоят. Давай, эвакуатор приглашай, нахрен все убирай, понятно? Потом мой братишка к тебе позвонит, вот его в магазин не поставишь, понятно? Понял, что я понял. Насчет аренды... Да фиг его себе возьмите, или там сами решите. Проблемы, что ли? Главное, чтобы нахрен все убрать, понятно? Так, потом, что у нас там ЖК, этот, партхаус, народ жалуется, говорит, там внизу что-то открыли, кальяную, что ли, дымят, что-то жалуют. Что за, кто это? Они, это те, помните, они отмечались нам, ну, вам. А, эти, что ли? А, они нормальные же мужики? Да, да. Ну все. Это же те, кто-то наш спонсор, что ли? Да. Все тогда? Сиди, сиди. Слушай, скоро с Астаны люди приедут. Ты сам знаешь, кто приедет, да? А, понял. Вот. Ну как с Астаны, политкоррекция? Слушай, Лултана. Вот. Там, короче, сам все организуешь, что почем, девочки, мевочки, сам знаешь, да? Все, все, давай, вперед, гол. Это, вот эти подрядчики, которые детскую площадку строят на ЖК БАСПРО. И что? А замат их кошмарит. Ну, скажи, а замат это мои поставщики. Вы же его знаете, у нас такое правильное. Вы что, сами не можете, я все, я должен решать, что ли? Давай сейчас позвоним ему, скоро через час совещание, кстати. А, да, 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 я помню. Так, ну мы перенеслись на день назад. Ход неплохой. Ну, я думаю, нас не будет так постоянно кидать. Потом, неделя назад. Месяц назад. Хотя, наверное, в этой серии они сделают уже. Вернут нас к тем событиям. Посмотрим, посмотрим. Ну, судя, вот по этим отрывкам, нас ждет много чего интересного. Можно? Заходи. А? Как дела? Нормально. Шеф, звонил? Да. Что решил? Ничего. Я же сказал, не буду принимать эту площадку. Ну, тут тоже, ну, что-то как целка. Все, поставил по описти, все. Ляс, во-первых, я не целка. Во-вторых, ты сам хоть видел качество площадки? А если там, не дай бог, какой-нибудь ребенок себе что-нибудь сломает? Я не хочу брать ответственность. Пусть тогда начальник управления подпишет, а я ничего не буду подписывать. А, Зай, тебе шеф звонил. Ну, пусть тогда шеф сами подписывает. Чего он меня подключает? Можно же без меня сделать. Ладно. Значит, мои просьбы, что там было? Какой? Ну, асфальт там у дома. А, это да, без проблем. Только там надо будет асфальт купить, рабочим оплатить и технику арендовать. Легко, оказывается. Ну, да. Я же, блядь, и сам мог это сделать. В чем проблема? Так и сделай. Чего тебе мешает? Аза, ты до хрена на себя не берешь? Ты же когда-нибудь тоже обратишься ко мне с просьбой. Возможно. Но знаешь, Ляс, моя просьба будет на законном уровне. В отличие от твоей. Ладно. Хорошо. С Аэтом-то сам разговаривай. И это, через час сообщение. Вот эти часы сколько стоят? Посмотри. Саэт Саванович, разрешите, пожалуйста. Захай, захай. Что там? Вам должны были позвонить от Хайрата, с города Нур-Султан. А, все, все. Давай. Это маленькая просьба есть. Я недавно в ваш район переехал. Сына надо было в детский садик пристроить. А там очередь. Ну, сами понимаете. Все. Реши. Точно? Конечно. Рахмет, Рахмет. Давай, Рахмет в карманы не положишь. Там Хайрике в курсе. А, все, все, все. Еще раз, Рахмет. Еще раз говорю. Ну, там Хайрике понял. Все, давай. Все, все. Давай. Лазар! Че, опаздываем? Слава, Викуман. А, Слава, Викуман? Как вы же делаете? Дело-то хорошо. А я вас смотрю еще лучше. Че, в какой больнице кровли не достроил? Да не, мы же не такие, а. Да, конечно. Мы все тут не такие. Мы ездим на БМВ. Пойдем прогуляемся. Че, я вас позвал? Ага. Ваш саят сейчас работает? Ну, как работает? Мы работаем, он так должен занимать. Ну, тем более. Короче, есть один заповедник, который относится к вашему району. Ага. Так? Так вот, я подумал. А что, если из этих 50 гектаров 10 станут не заповедными, а курортными? Блин, а тут чуть-чуть сложновато. Понимаете, заповедник, если его тронут, народ станет возмущаться. Блогеры? Да, блогеры станут на защиту. Вы же сами понимаете, это заповедник. Нет, я же не собираюсь сразу все выкупать. Сначала возьму в аренду на лет 30. А там дальше видно будет. А кто его знает, что будет через 30 лет? Если мы элементарно знаем, что будет через год. Правильно? Я думаю, ага, мы что-нибудь сможем придумать. Это другое дело. Так, теперь второй момент. Скоро у вас будет тендер разыгрываться на благоустройство 30 дворов. Вот я бы хотел разом все 30 урвать. Чего скажете? Ну, как бы вот эта тема уже более реалистичная. Но только там надо чуть-чуть подождать, там месяц-полтора. Там же свои тоже моменты есть. Но мы все решим через сайты. Все будет нормально. Ну, вы решайте. Я вас не обижу. Вы же меня знаете. Решайте. А что этот ваш сайд вообще нормальный пацан? Да, он тоже, как и мы, деньги любит. Ну, это хорошо. Люблю людей, которые любят деньги. Передайте ему. Я его тоже не обижу. Ну, если Кеннет, другой будет транспорта. Он же меня знает. Тогда мы на днях этот вопрос решим, и в субботу еще раз увидимся. Давай. Короче, на связи. Ладно. Слушай, а ну, что за тендера? Почему мы о них не знаем? А потому что они бизнесмены. До них информация быстрее такой. Даже начинал. Так какой бизнесмен, Джим? Бандюган. Ну, понимаем. Бандюган, и сейчас они все бизнесом занимаются. Ладно, все, поехали. Давайте что-нибудь. Короткое совещание сделаем, да? Машка болит просто. Что там у нас это, по школе? Родители учеников 456-й школы жалуются, что около школы двойная сплошная. И чтобы привезти детей в школу, приходится ехать до светофора, разворачиваться и обратно. Из-за этого каждый день пробки. Дети на уроки опаздывают. Угу. Ну, что ты мне предлагаешь, чтобы я там пошел? Разметку сделал, что ли? У нас там по плану было? Ну, так план же с вами согласовывали. Ну, и что? Ну, давай, этот... Нам же больше делать не хрен, правильно? У нас там дороги идеальные, да? Дворы убитые. Все, все хреново. Вот нам надо именно разметкой, да, заниматься? Давай нормальный, по существу. Серьезный вопрос есть еще? Хорошо, есть. Помните, год назад на открытом микрофоне вы народу пообещали сделать дорогу на улице Реземова? Год прошел, жильцы жалуются, что дороги до сих пор нет. Слушай, ты в Акимате или где работаешь? На хрена ты мне это говоришь? Решайте сами на своем уровне. Что ты таки пишешь? Сделайте вон как раз плановую дорогу сделайте, ремонт, то есть. Давайте нафиг там как раз дорогу раскопаем. Новый асфальт как раз положим. Новые трубы, 30 миллионов выделим. Давай как раз бюджет хотя бы освоим. Давайте сделайте так. Но этого же не хватит на новые трубы. Там как минимум 50 миллионов. На хрена новые трубы? На хрена ты что, первый день замужем что ли? Старые. Раскопайте, сделайте вид, что новые. И все, и закопайте там все нафиг. Как раз вот народ покипишует и забоет это все. Главное по документации нормально сдайте и все. Можно же так сделать? Слушай, ты у нас по какой части отвечаешь? По благоустройству? Замакин благоустройству, правильно? Вот и занимайся благоустройством. Это и есть по моей части. Коварищи, давай так сделать. Вот все, что мы с тобой только что обсуждали, забудь на хрен. Понял? Сейчас придет мой помощник, давлен. Ему передашь, он все сам сделает. Договорились? Вот и слава. Что там у нас по многодетной маме? Там одна у нас мать кипишует. У нее шестеро детей. Ну сделайте что-нибудь, е-мое. Нарожает там детей, как будто мы виноваты в этом. Устройте этого бедолагу на работу. Решайте вопрос этот. Хорошо, сделаем. Еще есть какие-нибудь вопросы? А, кстати, по поводу детской площадки. Да убал ты меня. Ну и что? По этому вопросу Ильяс нужен? Нету Ильяса. Я его отправил у него там. Студенткам надо помочь. Нифига себе размеры. Что, прям все студентки? Конечно. Краса, краса. Короче, смотри. Вот эту и вот эту к тем 15, что я выбрал, туда добавляешь сразу. Вот эту даже, чтобы не говори, понятно? Пусть сидят, улыбают, закушают, общаются. Если что-нибудь с гостями хотят, дальше-больше, скажи, я благодарю. Все, поняла. Сауна, сауна, что там? Все готово. Только там по деньгам немного накладно выходит. А что, по деньгам? Звони Ермейку, Кеша. Они в курсе, их напрягательны? Все, тогда вопросов нет. Так, еду заказали. Бухло завезем. А, косячники, Андрюха, что там, Кальян? Все готово. Смотри, у меня гости очень важны. Все должно быть на высшем уровне, понятно? Конечно. И, кстати, сегодня шеф обедает. Вип, готов? Разумеется. Я только спросить хотел, что насчет нашей летней террасы? А что там? А, ну, как гостей встретите, от этого и будет зависеть. Что там насчет вашей летней? Тогда не переживайте. Почему это я должен переживать? То вы должны переживать. Страны такие. По моему поручению он ушел. Так что, давай, мне говори, что там. Савет Саматович, во-первых, там все некачественно. Ладно бы, только площадка. Там футбольное поле неправильно построили. Если тебе не нравится, пиши заявление, иди вон, работай там, где законно. Ты же у нас за культуру отвечаешь. Да. Вон, своему коллеге депрессанту помоги. Сделай концерт у нас на районе. Деньги где взять? Когда у вас день рождения, у вас там чуть не в Ягра проезжает. Как концерт народу сразу деньги. Сами на своем уровне решайте, напрягайте этих артистов нахуй. Решим. Просто. Все, давайте сегодня короткое совещание. Слушай. Да, шеф. Азамат конченый, чей? Вроде сам по себе. Нет у нас в Акимате никто сам по себе. По-моему, со старой команды остался. Ну все тогда. Любой удобный момент нахрен убери. Понял? Все, понял. Понял, понял, Донбасска. Бронигайдендаш. От души, шеф. Ты черт. Валайцин, что там это? Чай, кофе. Да не, я поделаю к тебе. Все, виски, коньяк. Да нет, сейчас, Азамат, я же говорю, поделаю к тебе. Что там, не вода, не жанал. В общем, мне кажется, проблемы у тебя, Савет. Да заведу. У Савета не бывают проблемы, знаешь. Валайцин, на реке. Плочит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут я ей говорю, ты что делаешь, дура, неадекватная? И вот так мы с ней познакомились. Приколы мы употребляем. В общем, Саят Саматович, ладно, не будем вас отвлекать, так сказать. Самое главное, работайте, и во благо народу. Ладно, мы поехали. Ну вот же, припугнули, нормально. Саят, Саят! Да? Там есть что-то валерьянка? Что-нибудь такое дай. Хорошо. Быстро, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двое здесь, остальные за мной. Он у себя? Да. А вы к кому вообще? Саят Саматович, они без спроса зашли. Сядь нам. Саят Саматович, вы подозреваете злоупотреблений властью. Это какая-то ошибка, мужики. Зовите сюда понятых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, подожди, не выключай. Да все, выключил я уже. Все, только под конец понял то, что... Только под конец понял то, что мы вернулись как раз вот к тому дню, когда его повязали. Тут просто не, ну, не показали этого. Вот. Но этот момент, оказывается, был перед его как раз-таки задержанием. Это я понял под конец. Ммм, ладно, неплохо. Окей, окей, интересно. То есть, я жду, я думал то, что мы это увидим во второй серии, но они решили переиграть. И еще показали предысторию. Я уж надеюсь, в третьей серии уже будет... Хотя фиг знает. Короче, ладно, не надо мне спойлеров. Кстати, вторая серия меньше просмотров, чем у первой. Причем намного меньше. У третьей вообще тоже очень мало. Даже 100 тысяч нет. Воду, ну, градус спал. Возможно, может, нет. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out! Субтитры сделал DimaTorzok